Я думаю, что все-таки в случае с российско-азербайджанскими отношениями, с российско-азербайджанским взаимодействием, мы не можем сказать, что они были уж слишком сложными. Если мы будем говорить о последних 12 лет или последнем десятилетии нашего взаимодействия, то есть это тот период, который прошел для России под символом и под, скажем, эмблемой правления Владимира Путина, а для Азербайджана это было первое десятилетие 21 века, началось с перехода от Гейдара Алиева к Ильхаму Алиеву и затем утверждение его уже полноценным авторитетным лидером со своей стратегией, со своей линией, то вот за этот период, я думаю, что каких-то сильных снижений интенсивности или тем более кризисов, в принципе, наши отношения не переживали. Были различные трудности, были сложности, были моменты, когда тело нашего взаимодействия помещалось в трудные обстоятельства. Естественно, что мы находимся в регионе непростом. Россия и Азербайджан – это не центральные европейские страны, которые давно живут в поствоенном мире на протяжении целого столетия практически. Ну, больше 70 лет. Мы находимся в очень сложном регионе и масса внешних обстоятельств или активных внешних игроков, что не отменяет одного другого, влияют и выстраивают как бы определенные условия для нашего взаимодействия. И не всегда они простые. Тем не менее, за этот срок, я думаю, наши руководители находили в себе достаточно сил, и, как показала практика взаимодействия, эти силы действительно воплощались в реальные шаги для того, чтобы обходить подводные камни и рифы, которые тем или иным образом возникали в пространстве нашего социально-экономического взаимодействия. Ну, достаточно вспомнить, я приведу, конечно, несколько примеров, потому что это так, чтобы это не было слишком абстрактно. Давайте выделим, наверное, три или четыре сферы и сравним просто с тем, что было с другими странами. Например, как помните, период, когда Россия стала поднимать цены на газ. Сразу возникла целая цепочка конфликтов с транзитерами, очень сложные проблемы, которые выливались в геополитику и воздействовали на гуманитарные отношения. В тот период Азербайджан был в таком переходном положении, он потреблял российский газ, потом стал импортером на внешние рынки. Вот, пожалуй, пример вот этого периода отношений на фоне тех кризисов, которые возникали у России с Украиной, с Белоруссией, с другими странами, он прямо показал то, как можно обходить трудности и как можно решать проблемы в конструктивном русле. Естественно, много здесь содействовало то, что благодаря полезным ископаемым, которые принадлежат Азербайджану, он чувствует себя более уверенно и на региональном рынке, и на глобальном. Но, тем не менее, это вот был один из примеров того, как можно обойти трудности, имея на самом деле действительно достаточно большие сложности. Второй момент, о котором уже здесь вкратце говорили и затрагивали некоторые в своих выступлениях, связан с позицией России по армяно-азербайджанскому конфликту в Нагорном Карабахе. Дело в том, что и это обсуждение вполне справедливое. Россия как бы действует правой и левой рукой. Одной рукой вроде бы она взаимодействует с Баку, а другой работает с Ереваном, не пытаясь, что ли, сильно надавить на Армению, для того, чтобы Армения приняла серию решений в сторону нормализации отношений с Баку. Но, тем не менее, это обстоятельство, назовём это так, это обстоятельство российской геополитики региональной, не стало тем клинчем, не стало тупиковой зоной, в которую могли бы войти отношения между Баку и Москвой, если бы на то была воля других руководителей, если бы, например, в Баку внешнеполитические решения принимали другие люди. За примером далеко ходить не надо, достаточно посмотреть на отношения между Грузией и Россией, когда ряд непримиримых действий в итоге привели к вооружённому конфликту в августе 2008 года. Естественно, здесь надо понимать, что России очень сложно найти ключи, что ли, подобрать к этому конфликту таким образом, чтобы как минимум сохранить тот уровень взаимодействия, а по максимуму не рассориться с участниками конфликта. Поэтому можно понять ту осторожность, с которой действует Кремль. Но и я ещё хочу обратить внимание, опять же, возвращаясь на позицию Баку, что за эти годы вот это обстоятельство не стало ограничителем для наших двусторонних отношений. Значит, наконец, третий момент, о котором, может быть, не было упомянуто, но, коль скоро организатор нашего сегодняшнего мероприятия – это центральная диаспорная структура, то есть Российский Азербайджанский Конгресс, мы должны сказать несколько слов о том, как диаспора и её структуры за эти годы обходили те кризисы, которые возникали в связи с миграционной и торгово-экономической политикой России внутри страны. Дело в том, что было несколько неприятных моментов для диаспор других стран, связанных с тем, что отменялись какие-то ранее разрешённые процедуры, вводились новые сложности и ограничения. И надо отдать должное структуре ВАГ. Они всегда находили в себе возможности, силы и ресурсы для того, чтобы найти ключи, подобрать решения и в регионах при взаимодействии с исполнительной властью России, и в Москве на федеральном уровне. Хотя, конечно, мы не можем сказать, что эта работа была проведена абсолютно успешно, тем не менее, опять же, если сравнивать с положением других крупных диаспор на территории России, положение азербайджанской диаспоры в этом плане достаточно успешно, успешно и устойчиво. А как Вы оцениваете сегодняшнюю конференцию? Хорошо, что, в принципе, мы на праздничные какие-то дни проводим не мероприятия, где друг друга просто хвалят или говорят какие-то там красивые слова, а провели конференцию, на которой, пусть и коротко, но тем не менее, смогли обозреть путь, который прошли за последние 20 лет, и Россия, и Азербайджан, и самое главное, в какой степени укрепились взаимодействия наших государств, какие в этом смысле имеются перспективы. Я повторюсь, что, может быть, итогом этой конференции не стало не принятие какой-то документа или еще какой-то программы, но сам обмен мнениями, на мой взгляд, это очень неплохой способ отметить те государственные праздники, которые и Россия, и Азербайджан в эти дни отметили. Какие Вы видите перспективы развития отношений между Россией и Азербайджаном? Я думаю, что в регионе Азербайджан является основным партнером России, причем партнером таким, который не задирается, партнером, который не постоянно что-то у России просит, какие-то преференции в поставках энергоресурсов, как это делают другие государства по советскому пространству. Азербайджан за все готов платить, Азербайджан готов активно взаимодействовать, как с Россией, в том числе, чтобы решать проблемы на Каспии, на Северном Кавказе, ну и одновременно усиливать взаимодействие и на третьих международных площадках. С учетом того, что Азербайджан является членом Совета безопасности, я думаю, что такое взаимодействие для России важно, в том числе и с Сенахова. Но потенциал для того, чтобы развивать отношения Азербайджана с Россией, причем взаимовыгодные отношения, очень большой, я думаю, он будет все время наращиваться. Пример хотя бы то, что, например, у нас отсутствовало раньше взаимодействие в области военно-технической, а сейчас, возможно, Азербайджан является одним из главных покупателей российского оружия на постсоветском пространстве, причем покупатель, который не в долг, не просто так что-то берет, а за все сполна платит.